Здравствуйте! Ближайшие 40 минут о самых заметных событиях последних дней. В эфире Вести Хакасия. События недели в студии Анна Ахпашева. Громкое дело. Главному врачу республиканской больницы грозит 12 лет. Дмитрия Лялина подозревают в получении взятки. 12 сантиметров за одну ночь сильнейший снегопад обрушился на Хакасию, а вместе с ним потепление, гололед и ухудшение дорожной обстановки. Маткапитал как материальная помощь Госдума разрешила использовать деньги на лечение и реабилитацию детей-инвалидов. Бюджет в первом чтении. Республиканские депутаты решают, где сэкономить, а где можно и добавить. Не только сильнее, но, возможно, и умнее современные школьники не умеют и половину из того, что удавалось древнему человеку. По стальному пути в Хакасские степи 90 лет назад на станцию Абакан прибыл первый паровоз. Главный скандал минувшей недели – арест руководителя республиканской больницы. По решению Абаканского суда, ближайшие два месяца теперь уже бывший главврач Дмитрий Лялин проведет за решеткой. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Это грозит ему наказанием до 12 лет лишения свободы. Дмитрия Лялина обвиняют в получении взятки. Пока доказан размер – не менее 158 тысяч рублей. События происходили в прошлом году, в период с августа по декабрь. В обывательском смысле, по данным следствия, главный врач получил откат от стройфирмы. Дмитрий Лялин получил от знакомого через его супругу взятку в виде денег в сумме более 150 тысяч рублей. Путем оплаты супругой потребительского кредита обвиняемого. В свою очередь, Лялин пообещал знакомому создать условия для победы одной из коммерческих организаций, директором которой являлась супруга знакомого, в аукционе на право заключения государственного контракта по реконструкции помещений лечебного корпуса республиканской больницы под отделение сосудистого центра. Сумма контракта более 15 миллионов рублей. По версии следствия, главврачу было обещано не менее миллиона рублей за то, чтобы он создал условия, при которых победила бы именно эта компания. Следователи считают доказанным факт получения взятки. В момент задержания у Лялина изъяли автомобиль стоимостью около полутора миллионов рублей и денежные средства – все в качестве вещдоков. В Абаканском суде 23 ноября решалась его судьба. В итоге суд счел убедительными доводы следователей. Избрать в отношении Лялина Дмитрия Олеговича, родившегося 20 февраля 1979 года, к меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 19 января 2016 года включительно. Напомним, что еще 10 сентября в кабинет к Дмитрию Лялину уже наведывались правоохранители, правда по другому уголовному делу, которое расследуется в Майкопе. В тот же день значительная часть трудового коллектива больницы выразила недоверие своему руководителю, а под коллективным письмом об этом на имя президента страны и главы Хакасии поставили свои подписи более полутора сотен работников больницы. В письме, в частности, говорилось о том, что по инициативе главврача в больницу был принят начальником службы безопасности Кирилл Шиков, и что с его приходом в больнице стали практиковаться методы слежки. И вот громкое задержание, возбуждение уголовного дела и арест. Следователи и представители обвинения удовлетворены решением суда. Дмитрий Лялин и его адвокаты настаивают на невиновности. Более того, они считают, что это месть руководства стройфирмы за то, что рез больницы взыскала с них через арбитражный суд долги. Совершенно невиновен. К сожалению, меня оболгали. У нас были длительные имущественные конфликты с подрядчиком, который и решил это сделать в итоге. Вот у нас в наборе документов и исполнительная документация, уже судебный приставок, где им предписывается выплатить нам долг. К сожалению, это не вся сумма, которую мы заявляли, но, тем не менее, 404 тысячи рублей. У Дмитрия Лялина жена и двое малолетних детей, которые находились на его иждивении. Обязанности главного врача республиканской больницы с момента ареста исполняла заместитель главврача Светлана Фаренбрух. Добавим, что вскоре после суда из больницы по собственному желанию уволился начальник службы безопасности Кирилл Шиков. Виктор Лушников, Дмитрий Кузнецов. Вести Хакасия. События недели. Скандал совпал с празднованием солидного юбилея. Республиканской больницы исполнилось 55 лет. Сегодня это крупнейшее медицинское учреждение Хакасии. Ежегодно только в стационаре здесь лечатся более 10 тысяч пациентов, а в поликлинику за консультациями приходят несколько десятков тысяч жителей Хакасии и южных районов Красноярского края. В день празднования стало известно имя нового главного врача республиканской больницы. Назначение стало сюрпризом. Во время поздравления министр здравоохранения Наталья Коган пригласила на сцену свеженазначенного руководителя. Им стал главврач Черногорской больницы номер 2 Владимир Семенов. Он по специальности хирург. В медицине почти 20 лет после окончания института. С 2005 года работает в Хакасии. Прошел все ступени служебной лестницы. От рядового врача-хирурга до главврача. Теперь уже республиканской больницы. В связи с тем, что по этическим соображениям мы освободили от занимаемой должности Лялина Дмитрия Олеговича. И, соответственно, больница не может находиться без руководителя, без главы. И была выбрана данная кандидатура. Было довольно неожиданно, но все-таки я думаю, что я справлюсь с этим. И буду работать на то, чтобы оно было еще лучше, еще больше. И было еще больше новых технологий и больше выздоровеющих больных. Сюрпризы на минувшей неделе преподнесли не только чиновники, но и погода. В Хакасии за один день выпала половина месячной нормы осадков. Снег шел почти всю неделю. Из-за сильного гололеда пришлось даже перекрыть трассу Абакан-Саиногорск. Там ночью прошел дождь. Посадочные площадки на Саиногорск пустовали практически весь вторник. Маршрутки в рейс не пускали. Трасса обледенела. Выгоду моментально усмотрели таксисты. Взвинтили цены в два раза. Самый дешевый вариант – 300 рублей. У меня 200 рублей, поэтому я не могу. У меня только на автобусе все. У меня родственники здесь живут. Я ночую и там. Но надо домой сегодня как-то все равно попасть. На трассе Абакан-Саиногорск работала снегоуборочная техника, как и в других районах республики. Всего более 30 машин. Самыми заснеженными оказались Абакан и федеральная трасса М-54 в районе Черногорска. Высота снежного покрова там доходила до 20 сантиметров. Объем снега достаточно большой для одних суток. Грубо говоря, месячная норма. Поэтому местами есть накат. Социально направленный и максимально сдержанный бюджет Хакайсии на 2016 год принят в первом чтении. При этом в документ внесено полсотни поправок. Основные программы остаются в силе. Это и крупные республиканские стройки, и поддержка льготников, бизнеса, молодежи. Все подробности у Константина Кравцова в рубрике «Парламентские вести». Тема бюджета сегодня является одной из самых актуальных. Проект депутатам на сессии представил министр финансов Хакайсии Семен Айошин. Непростая верстка, дефицит в 7% и никаких излишних трат. Главные его расходные векторы все же сохранились. Сохранение и развитие налогового потенциала республики с учетом приоритетов экономической политики региона, по стимулированию развития новых производств и институтной деятельности, поддержка социально значимых секторов экономики, в том числе сельского хозяйства, жилищного строительства, создание максимально благоприятных условий для развития бизнеса, безусловное исполнение действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования бюджетных средств. Нынче, как говорится, копейка к копейке. Правительство вводит мораторий на взятие каких-либо новых обязательств. Решено активизировать поиск новых источников финансирования. Почти 24 миллиарда в следующем году составит прибыль республиканской казны. И в непростых экономических условиях Хакасия показывает даже рост по определенным статьям. Растущая динамика ожидается по налогу на доходы физических лиц. Рост 154 миллиона, акцизы 128 миллионов, налог на добычу и полезные копаемых 73 миллиона. Что касается расходов бюджета 2016, эта цифра составляет 25 миллиардов 831 миллион. Выпадающий 7-процентный дефицит к доходам вполне допустим, считает Минфин. Тревогу стоит бить, когда перевалит за 10%. Так или иначе, республиканский бюджет на 70% состоит из социальных обязательств. Из 28 государственных программ, 19 программ с объемом 19 миллиардов 651 миллион. Эта программа связана с повышением качества жизни и обеспечением безопасности населения республики. И 5 программ с объемом 2 миллиарда 468 миллионов направлены на развитие и поддержку отраслей экономики. К первоначальному проекту закона поступило 48 поправок, более 30 из которых депутаты приняли пакетом. В общем, итогом рассмотрения предложений правительства, Верховного совета и муниципалитетов Хакасии, расходы республиканской казны увеличились более чем на 200 миллионов рублей. 3,7 миллиона для программы малого и среднего бизнеса на поддержку стартовых грантов начинающим бизнесменам. 20 миллионов на компенсацию дополнительных субсидий на Абаза и Вершина Теи по решениям, которые будут приниматься правительством в случае каких-то острых ситуаций. Мы как специально не определяем целевое назначение этих средств. Далее. 14 миллионов на поддержку дачных, садов и огородных обществ. 1,5 миллиона на программу поддержки приобретения жилья молодым семьями в городах. В частности, что касается программы «Молодые семьи», 1,5 миллиона – добавка существенная, с учетом того, что эта сумма прирастает к существующим 2 миллионам. Программа предусматривает собой субсидирование молодежи при покупке жилья с учетом собственных средств. Эта программа предусматривает зафинансирование с трех уровней бюджета – федерального, республиканского и местного бюджета. С Российской Федерацией получаем мы порядка 40% на эту программу. Поэтому это будет очень хорошая прибавка к бюджету республики Хакасия. Стоит добавить, поскольку в программе в том числе муниципальные бюджеты, в связи с дефицитом денег пока участвуют только Сайногорск, Ширинский и Усть-Абаканские районы. Теперь же с увеличением финансирования велика вероятность расширить географию. Ну а в рамках правительственного часа депутаты заслушали доклад правительства о ликвидации последствий пожаров. Работа проведена колоссальная, и дело здесь не только в гигантской стройке. Как отметили парламентарии, хорошо сработали и социальные службы, и правовые. На сегодня тема апрельских пожаров в республике практически закрыта. В пользу случаем я бы, конечно, хотел поблагодарить абсолютно всех, кто принимал в этой работе участие, кто помогал, кто явился спонсором. Это и учреждения, и малый и средний бизнес, это государственные учреждения, это наши соседи края и республики, и области. Все помогали. Это признак того, что наше государство, как таковое здоровое, в случае где-то возникает проблема, все дружно помогают. Это очень хороший признак. Остается добавить, что очередная 24-я сессия Верховного Совета состоится уже через две недели, 9 декабря. Депутатам предстоит окончательно принять закон о бюджете, а это, в свою очередь, позволит следом муниципалитетам утвердить свои бюджеты. На минувшей неделе стало известно, Госдума разрешила использовать мат-капитал на лечение и реабилитацию детей-инвалидов. Законопроект ждали давно, но конкретные предложения впервые озвучили этой весной. В разработке участвовали как парламентарии, так и наиболее заинтересованная сторона – представители инвалидов. Когда заработает закон, и семьи смогут получить реальную поддержку, узнали наши корреспонденты. Почти 500 тысяч от государства на лечение, реабилитацию и, в целом, адаптацию особых детей в социальную среду. Не дожидаясь трех лет, пока еще не упущено время, и вложения в здоровье ребенка могут дать существенный результат. Именно на этом не один год настаивали активисты. Дать возможность использовать материнский капитал семьям с детьми-инвалидами. Впервые это предложение на государственном уровне озвучили в феврале 2015-го. В ходе заседания Центрального штаба Общероссийского народного фронта. А уже в сентябре правительство внесло соответствующий документ в Госдуму. До момента принятия было еще несколько чтений. Учитывались конкретные предложения представителей общества инвалидов, тех, кто не понаслышке знает о нуждах особенных детей. В итоге Минтруд разработал проект, в котором прописан перечень необходимых товаров и услуг. Здесь и технические средства, и услуги психологов-дефектологов помогут и в реализации доступной среды. К примеру, приспособить квартиру для передвижения колясочников. В общем, родители смогут получить за счет маткапитала те товары и услуги, которых не могут получить бесплатно, но которые очень нужны детям. Сын Нины именно такой особенный ребенок. В семье совсем недавно появился еще один малыш, а вместе с ним и маткапитал. Она не понаслышке знает, насколько тяжело решать ежедневные бытовые проблемы с ребенком-инвалидом на руках. Повезло, что сына взяли в группу дневного пребывания при доме-интернате Теремок. Здесь и уход, и реабилитация. Но для многих этого недостаточно. Многие хотели бы поехать на лечение в Китай или Израиль. И теперь именно маткапитал даст такую возможность. Ну, я вообще считаю нужным. Это у всех семей разные положения, разные ситуации. Может, действительно, кому-то это может сильно помочь. Да, я считаю, что воспользуются. Потому что у нас в России очень много больных детей, даже у нас в Хакасии. Но прежде чем закон заработает, пройдет еще несколько процедур. Особое внимание и к списку документов, которыми нужно будет подтверждать факт покупки товара или услуги. Это будет или договор купли-продажи, или кассовый товарный чек. Несмотря на то, что законопроект принят в окончательном чтении, утвержденного перечня в пенсионном фонде пока нет. Специалисты считают, исходя из практики прошлых лет, на доработку не должно уйти много времени. Эти перечни, они будут нам представлены в соответствии с принятым постановлением правительства, которое утвердит тот порядок, который... Ну, если... Я думаю, лично вот мое мнение, что если об этой норме говорили уже задолго до того, значит, наработки есть. И я думаю, что он будет принят буквально с 1 января и пойдет в работу. Особого ажиотажа в пенсионном фонде не ожидают. Все-таки по статистике, больше 90% обладателей маткапитала решают с его помощью жилищный вопрос. Однако те, кто столкнулся с серьезными проблемами здоровья, наверняка не упустят такой шанс. К слову, только в нашей республике больше двух тысяч детей-инвалидов. Анна Ахпашева, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакассия. События недели. В эфире Вести, Хакассия, События недели, и мы продолжаем. С профессиональным праздником чествовали лучших аграриев республики в Абакане. Несмотря на страшные последствия апрельских пожаров, нашим фермерам есть чем гордиться. Об успехах и планах на будущий год нам рассказал Сергей Труфанов, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Хакассии. В нашей традиционной рубрике интервью. Буквально на днях в республике отметили день работников сельского хозяйства. И, конечно, самое время подвести предварительные итоги года. Уже можно об этом говорить. Это так? Да, это так. Это было озвучено главой республики Хакассии, представителем правительства республики Хакассии, с Виктором Михайловичем Зимином на торжественном собрании, мероприятии. Но хочу, конечно, повториться. В этом году мы собрали 130 тысяч тонн зерновых, обмолочен на площади 89 тысяч гектаров, с урожайностью 14,1 гектара. Год для нас был непростым, тяжелым. В апреле пожары, в июне засуха. Конечно, мы благодарны Всевышнему, потому что в середине года пошли дожди, и мы как-то выправили эту ситуацию. Но, к сожалению, не все так гладко. И в августе месяце у нас произошло в республике градообитие в трех районах. Вы сами об этом знаете. Тобейский район, Алтайский район, Ширинский район. И нам пришлось списать около 17 тысяч гектаров на кормовые единицы. Сергей Иванович, лучшим районом уже который год подряд признан Ширинский. Все мы знаем, что после апрельских пожаров там был, пожалуй, наиболее серьезный урон, ущерб. Какими силами все-таки, благодаря чему, кому удалось выправить эту ситуацию, и все равно они лучшие? Ну, благодаря, конечно же, крестьянам, которые трудятся на этой земле, я им всем очень благодарен, низкий им поклон. Благодаря директорскому корпусу, фермерским хозяйствам, главам фермерских хозяйств, которые не опустили руки, продолжили работать после такого природного катаклизма. Из 38 пострадавших хозяйств ни одно хозяйство у нас не закрылось. Практически уже все восстановились. Кто-то еще, может быть, довосстанавливается. Но, тем не менее, мы сохранили и умножили то поголовье. Мы прибавили на 33 тысячи с половиной мелкорогатого скота. На сегодняшний день у нас 187 крупнорогатого скота, тысяча, я имею в виду, голов. Поэтому все эти люди, которые работают на земле, они оптимисты по жизни, трудяги. Поэтому низкий им поклон и благодарность. Мы знаем, что ежегодно ряды пополняются тех, кто желает все-таки работать на земле. Давайте поговорим о поддержке начинающих фермеров. Знаем, что в этом году тоже были определенные усилия приложены, и они принесли результат. Да, у нас в этом году как начинающие фермеры, так и семейное животноводство получили гранты. Кто-то на развитие животноводства брал, кто-то растеневодство. Есть у нас и семейные фермы. В планах остается мероприятие по Хакасской баранины, которое было озвучено главой республики. Мы над этим работаем и будем работать. Для того, чтобы этот бренд запустить, нам нужно увеличить поголовье, чем мы все вместе занимаемся. Подскажите, есть ли уже какие-то планы на следующий год? Будет ли сохранена на таком же уровне поддержка государства, республики своим фермерам? Либо, может быть, произойдет какая-то корректировка в ту или иную сторону? На сегодняшний день еще федеральный центр не определился. Вы все знаете прекрасно о том, что бюджет принимается на 11 месяцев в Российской Федерации. Пока никаких цифр до нас федеральный центр не доводил. Я надеюсь, до конца года доведут. Но что касается республиканского бюджета, то благодаря воле главы республики, Виталий Михайловича Зимина, поставлена задача сохранить на уровне 15-го года финансирование и плюс добавить на 210 миллионов плюсом. Те усилия и программы, которые были начаты 5 лет назад, они не должны погибнуть, закрыться, а наоборот продолжать работать и усиливаться. А какова судьба зарекомендовавших, так скажем, себя программы поддержки малых сел? И гранты дачным обществам? Что-то известно по ним? На сессии на Верховный Совет вышло с предложением о том, чтобы грантовую поддержку дачным обществам увеличить на 4 миллиона рублей, которая на следующий год составила 14 миллионов рублей. Это будет поддерживаться, потому что благодаря и дачникам, и фирменским хозяйствам, которые занимаются овощеводством, мы заложили 4,5 тысячи тонн овощей. Это достаточно для того, чтобы количество проживающих граждан Республики Хакасия прокормить. У нас еще есть фирма, которая выращивает в закрытом грунте, это Воскресенск, как вы знаете. В этом году они начали производство томатов, то есть помидор-черри. В планах у них и дальше развитие довести до гектара теплиц своих. Тот же Оцелина, которая пострадала в осенних пожарах, построили два телятника современных. В планах у них строительство нового жертвоноческого комплекса на 1200 голов, что позволит увеличить производство молока. Также в этом году, как вы знаете, запустился сушильное хранилище и переработки зерна, это УБИЮСА на 14 тысяч тонн. Восстановилось хозяйство УАГРАСИ в Убийском районе полностью. В планах директорского корпуса у собственников тоже большие перспективы развития, постройка новых корпусов жертвоноческих. То есть люди, которые работают в сельском хозяйстве, прекрасно понимают, что если бы ни их не занятие сельским хозяйством, то нам бы, конечно, пришлось бы покормить наше население. За что им отдельная благодарность. И вот, кстати, на этой неделе была возможность уже действительно поощрить наиболее заслуженных. 12 автомобилей было вручено. И впервые особое внимание было уделено чабанам. Расскажите, откуда вообще такая идея? Почему сейчас такой интерес к этой профессии? И вообще, как они реагируют? Потому что все-таки действительно получить вместо привычной кобылы Ниву, на которой также можно следить за стадом, то есть наверняка немало восторгов. Ну, вообще, это идея главы, опять же, Виктора Михайловича. Он прекрасно понимает о том, что если развивать сельское хозяйство в нашей республике, мы должны каким-то образом стимулировать эту профессию. Им было принято решение, и он в прошлом году объявлял о том, что 15-й год объявить годом чабанам. Если брать историю Советского Союза, то у нас в Хакасии насчитывалось самое большое поголовье в Сибирском федеральном округе. На 1 января 1991 года это поголовье составляло 1,564,000 акций. На сегодняшний день 330 тысяч. Ну, в планах есть побить показатель? В планах есть, да, побить этот рекорд, ну, будем говорить, не рекорд, но достичь того же уровня. Мы не только прощаем каких-то руководителей, да, мы должны с вами сегодня понимать, что профессия колхозника, да, и рабочего, она утрачена. Чабан – это же не простая профессия, это ежедневное, круглогодичное нахождение непростых условиях, да. Мы вот в кабинетах сидим с вами, да, а они на мороз и стужу, так называемую, все равно пасут скот, делают для того, чтобы у нас с вами на столе было мясо. Уважаемые работники сельского хозяйства, доярки, животноводы, растеневоды, механизаторы, комбайнеры, чабаны, руководители предприятий, фермерских хозяйств, бухгалтеры, всех тех, кто трудится сегодня в агропромышленном комплексе, я от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, любви, удачи, терпения и всего-всего самого вам доброго. Спасибо вам за ваш труд и низкий вам поклон. Как изготовить каменные рубила, выткать простейшее полотно и добыть огонь трением, узнали школьники, посетив Музей истории и этнографии ХГУ. Многие попробовали это сделать самостоятельно и убедились, что наши предки были гораздо сильнее, а, возможно, и умнее. Студенты исторического факультета в стилизованных звериных шкурах демонстрируют школьникам способы изготовления каменных орудий. Дело, как оказалось, нехитрое. Надо просто отколоть небольшие куски камня. Археологи называют их сколы. А затем эти сколы крепят в деревянное топорище. Получается крепкий каменно-деревянный топор. Остатки таких орудий находили в поселениях каменного века. Процесс простой, но, как оказалось, требует немалой физической силы. Это получилось сделать лишь у одной школьницы. Это тяжелый труд. Чтобы заострить камень, нужно иметь большую физическую силу. И мне опыт показал то, что у меня, в принципе, ее нет. И мне было бы достаточно сложно. Еще один хрестоматийный пример из жизни древних людей. Огонь добывают трением. Студенты смоделировали процесс и попросили школьников попытаться сделать так, чтобы дощечка хотя бы задымилась. И снова неудача. Очень сложно. Я пыталась сколько раз это трение. Физика. Ну, интересно. Мне понравилось. Еще одно испытание для школьниц будущих хозяек. Смогут ли они справиться с древним ткацким станком и протянуть хотя бы две-три нитки. Просовывай. Теперь вот этим станком подбивай ее вверх. Теперь бей. Еще бей. Она должна плотно выйти. Да. Занятие тоже оказалось не из легких. Девушки на опыте убедились, что даже небольшое полотно нужно ткать несколько недель. Или немного меньше, если ткачихи очень сильные. Сила, как оказалось, ключевое слово в характеристике людей каменного и бронзового века. Они были сильнее. Даже можно сказать, ну, как научно говорить, то, что объем мозга даже был больше, конечно. То, что они были крупнее у нас, все-таки как бы уменьшается. И как будто в доказательство версии Артема Сандрацких, школьники примерили боевые доспехи средневековых воинов. Оказалось, что в эти доспехи смогут поместиться как минимум две современных одиннадцатиклассницы. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия, События недели. При огромном стечении народа в торжественной обстановке с транспарантами в руках. Именно так 90 лет назад встречали первый паровоз на станции Абакан. Событие значимое не только в истории республики, но и всего Юга Сибири. О том, как это было, нам рассказали в Музее истории Красноярской железной дороги. 23 ноября 1925 года на небольшой площади возле деревянного здания вокзала было многолюдно. Посмотреть на настоящее по тем временам чудо техники собрались сотни жителей села Усть-Абаканское и окрестных Аалов. В музее сохранилось лишь одно фотосвидетельство тех событий. Интересный факт. На главной арке транспаранте было написано «По стальному пути на помощь угнетенным». К слову сказать, станция Абакан была не первой нашей станции. К тому времени узкоколейная железная дорога уже пролегла от Черногорских копий до Енисея. Построила ее меценат и промышленница Вера Баландина. Она же была инициатором строительства дороги Ачинск-Минусинск. В декабре 1924 года первый поезд прибыл в Шира, что, кстати, вызвало неоднозначную реакцию. Когда первый поезд сюда прибыл, коренные жители Хакаса, например, говорили, что прибыл Аэл, который привез с собой 40 вагонов. Люди вообще боялись изначально паровозов, потому что это передвижение по железной дороге все привыкли к обычному. Это конный вид, либо переплавка на пароходах. А здесь появилось чудо такое, которое дымит. Люди этого очень боялись. Даже в хронике иногда встречается такая летопись, что когда люди выходили из вагонов, некоторые даже целовали землю, потому что они не могли поверить в то, что они могли передвигаться именно по железной дороге. Благоговейный ужас тогда вызывали и небывалые скорости. Поезд разгонялся аж до 40 км в час. Сегодня уже трудно поверить, что не только к локомотивам, к самому строительству железной дороги местные жители относились негативно. Как сами говорили Хакасы, они были против того, что у нас будет ходить движение. Также вот когда было строительство Ачинско-Минусинской дороги, жители города Минусинска тоже были очень против строительства. Даже были некоторые нападки на строителей. Приходилось создавать караулы, которые следили. Почему? Потому что считалось, что у нас очень много своего сырья. И если, например, приедет, начнут движение поезда проводить, то у нас все хорошее зерно, продукты будут вывозить, а к нам завозить будут некачественные продукты. Действительность доказала обратное. С появлением пассажирских и грузовых поездов жизнь края преобразилась. Хакасия получила сообщение с Транссибирской магистралью главной железнодорожной артерии страны. Сюда потянулись составы с углем, хлебом, сельхозтоварами. С открытием станции начал расти и Абакан. Улицы получили первые названия – вокзальная, железнодорожная, деповская. С тех пор прошел без малого век. Расширялись маршруты и направления. В 1959 году ввели в строй линию Сталинск, теперь Новокузнецк – Абакан. Затем в 1965 была дорога мужества – Абакан-Тайшет. И каждое событие становилось настоящим праздником. Сегодня уже не осталось свидетелей прибытия первого паровоза. А вот появление первого электровоза в 1967 сохранилось на кадрах кинохроники ГТРК «Хакассия». Масштабные проекты не заканчиваются и в наше время. Первый поезд по новому участку Кызыл-Курагина по плану пройдет уже в 2018 году. Отразится это и на работе станции Абакан. А значит, в истории железных дорог Хакассии появится еще одна знаменательная дата. Это была последняя информация выпуска. Уже завтра мои коллеги-корреспонденты программы «Вести Хакассия» продолжат следить за развитием событий. А у меня на сегодня все. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова